Но разорвать отношения России, Беларуси и Украины никому не позволено. Так считает Александр Лукашенко. Об украинском кризисе и его последствиях белорусский президент говорил в этот четверг на большой пресс-конференции. Она длилась, кстати, рекордное время. 7 часов. Но скучно не было. Если только мы начнем бодаться или, не дай бог, воевать с нашими соседями, мира никогда не будет. К пример тому, опять же, Украина. У нас одна история. Мы вместе погибали в последней войне. Многое-многое нас объединяет. Мы не миротворцы. Мы не напрашивались на эту функцию. Не напрашивались. Мы никого не собираемся мирить. Если нас об этом не просят. Я боюсь только одного. Что если мы дальше на Востоке будем воевать, в Украине, мы в это болото соберем всю дрянь со всего мира. Вы же знаете, сколько их на Востоке, в Африке, в Судане там и дальше воюют. Сколько их на Кавказе, за Кавказом и так далее. Они, как тараканы, ползут там, где жарко. Там, где развязана эта война. И они уже там есть. И вот если они туда соберутся, выкуривать их будет сложно. Мы имеем белорусский язык, который нас отличает в том числе от русского человека, как нацию, от россиян. И мы ни в коем случае не должны загубить белорусский язык. Мы должны знать белорусский язык точно так, как русский язык. Вы знаете, с чего, Настя, начались события на Украине? С безмозглой национальной политики. И прежде всего, с языка. Где вы видели, чтобы я шарахался? Только в средствах массовой информации. А вот там Лукашенко в России трудно, теперь он заигрывает с Западом. Дайте факты, где я заигрываю с Западом. Редактор субтитров А.Семкин